Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Автоплюс». Приобретай автозапчасти в сети магазинов «Лада Деталь» или «Евразия Автоплюс». Вы получаете скидку на их установку 20% на станции техобслуживания «Сервискар». Выгодное партнерство – надежный автомобиль. На улице Комсомольской мужчина сломом обокрал биржевой терминал. Ночью он ворвался в тамбур круглосуточного магазина и стал взламывать купюроприемник. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». ЧП произошло на улице Комсомольской в доме номер 89. Шум услышала продавец магазина и увидела, как невысокий мужчина в ушанке пытается вскрыть автомат. Я ушла в туалет, слышу какой-то шум. Потом уже возвращаюсь, слышу уже. Ну, я думала сначала вот так вот телевизор, а он, видимо, взламывал. Я тихонечко тут подошла, посмотрела. Он уже, видимо, ну как, уже все заканчивают свое. Из терминала злоумышленник забрал 8 тысяч рублей и убежал. Сейчас его разыскивают. Полиция и следственный комитет разыскивают 25-летнего Алексея Шастина. Мужчину подозревают в тяжком преступлении в городе Зуевка. Возбуждено уголовное дело. Его приметы. На вид 30 лет. Худощавого телосложения. Рост 170 сантиметров. Лицо овальное, смуглое. Волосы черные, прямые. Стрижка короткая, брови прямые, глаза карие. Особые приметы. На левой щеке ссадина. Если вы знаете, где находится Шастин, звоните по телефону 102. Анонимность гарантируется. Еще и такие пьют сейчас. А это что такое? Это разливное. Разливное пиво? В Нововятске на улице Молодой Гвардии полицейские обнаружили подозрительное кафе. Здесь незаконно торговали спиртным. Кроме пива в кафе находился крепкий алкоголь с акцизными марками, имеющими признаки подделки. Водка эта имеет признаки поддельных. За это предусмотрена налоговая статья. Также полицейскими изъято более 100 литров различных тоников с высоким содержанием спирта. По данному факту будут составлены административные протоколы и направлены в суд для рассмотрения и наложения административного взыскания в виде штрафа и конфискации спиртосодержащей алкогольной продукции. Из Чечни после полугодовой командировки вернулся сводный отряд кировской полиции. Шесть месяцев отряд находился в Ханкале, охранял и оборонял режимные объекты этого населенного пункта. Главным для родных и близких было то, что отряд вернулся в Киров без потерь. Михаил Вагин, место происшествия.